Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 49 миллионов рублей. Его можно увидеть здесь на канале по субботу. Основные вопросы сегодняшнего видео это риски, связанные с инвестированием в китайские активы. Вопросов в комментариях на канале по этой теме было много. Спрашивали, что будет с Лебобой, Талом и другими китайскими компаниями. Но их интересовала судьба и возможные проблемы китайского фонда FXCN. По этому фонду я связывался с руководством Финекса и получил ряд ответов на интересующие вас вопросы. Узнаете, возможно ли расформирование фонда FXCN в связи с создавшейся ситуацией. Также было много вопросов про риски делистинга и так далее и тому подобное. Будут, конечно же, и мои личные мысли по этому поводу. Так вот, про фонд FXCN и риски отдельных китайских компаний я, конечно же, обязательно расскажу подробно. Но начну с общих китайских рисков. А их сейчас несколько. Причем есть как рыночные, так и нерыночные риски. Прежде всего хочется отметить основной рыночный риск. Сейчас экономическая статистика из Поднебесной выходит преимущественно негативная. Снижается внутренний спрос, страдает внешний спрос на китайские товары, корона, в общем-то, мешает. Раздут сырьевой пузырь, потребительская инфляция бьет рекорды. Это все составляющие рыночного риска. И со временем в долгосроке все это должно выправиться. Рынок сбалансируется сам. Мне этот риск не страшен, особенно в долгосроке. Если бы данный риск был единственным, то я бы покупал китайские активы, не задумываясь. Далее. Следующий риск уже не рыночный. Речь идет о внутреннем госрегулировании. Раньше китайский госрегулятор в основном усиливал только контроль в экономике. Это нервировало, конечно, покупателей китайских активов, но в итоге рынок рос и бизнесы сильно не страдали. За редким исключением. Но в последнее время регулирование начало негативно влиять не только на бизнесы крупнейших технологических гигантов, но и на целые отрасли. Уже все знают, как сейчас страдает отрасль онлайн образования в Китае. Некоторые компании из этого сектора обвалились на 90%. Это не рыночный риск. Таких действий регулятора стоит опасаться. Ведь регулирующие организации способны трансформировать целые отрасли в угоду внутренней, внешней политике или безоблачному будущему компартии. Кстати, некоторые требования властей вполне логичны и действительно в долгосроке улучшат ситуацию в затронутых сегментах экономики. Там есть что регулировать, так что здесь объективность тоже не помешает. Однако, в основном сейчас регулирование направлено не на позитив и не на имидж Китая в мировом экономическом сообществе. И что они там придумают следующим шагом, известно только верхушки руководства Китая. По этой причине покупать Китай свое инвестирование – это покупать кота в мешке. Перспективно по мультипликаторам, но можно также получить огромный убыток, особенно если купленные вами отдельные акции попадут в поле зрения госрегулятора. И об этом не стоит забывать. Следующий важный нерыночный риск – это угроза делистинга китайских акций с американских биржевых площадок. Такое вполне возможно при осложнении взаимоотношений США-Китай. На данном этапе американцы требуют раскрытия некоторой информации от китайских эмитентов, китайцы ничего дополнительно раскрывать не хотят, чем закончится это противостояние – неизвестно. Делистинг в этом случае вполне реален, тем более что частично он уже состоялся, это уже было, и мы об этом знаем. В общем, все же надо учитывать, что к делистингу может привести продолжение общего экономического и политического противостояния с США-Китай. Напомню, что вследствие такого возможного делистинга вы не сможете продать ваши акции, купленные на Санкт-Петербургской бирже. Мне писали в комментариях, что все-таки есть пути продажи, но они очень дорогие по своим издержкам. Если у вас попавших под делистинг акций не очень много, то экономического смысла использовать подобные пути вот не будет никакого. То есть в итоге получится, что вы как бы владеете этими акциями, а как бы и не владеете. При этом дивиденды вам продолжат приходить. Ну согласитесь, странные инвестиции получаются. Так вот, лично я одним из важнейших рисков по Китаю вижу именно делистинг, потому что предполагаю, что китайский госрегулятор все же не захочет убивать собственный фондовый рынок, а вот противостояние США-Китай вполне может со временем дойти до делистинга. Хотя, возможно, кто-то со мной поспорит и укажет прежде всего на риски коммунистического строя в Китае, и тоже будет прав. Это также очень серьезный риск. Кстати, предлагаю высказаться об этом в комментариях, какой риск для вас видится более серьезным. Пишите. Исходя из вышесказанного, я бы посоветовал вам сейчас инвестировать в отдельные китайские акции очень осторожно. Если вы заметили, то я их не покупаю совсем. Я осознаю и хочу донести до вас, что финансовой независимости вполне можно достичь и без китайских отдельных акций. Да, там сейчас неплохие мультипликаторы и приятные перспективы. Но если попадете под делистинг, то будете очень не рады. Это предупреждение. Далее, ключевое в сегодняшнем видео. Про фонд FXCN. Что произойдет с фондом. Но сначала я хочу пригласить вас в свой телеграм-канал. Там часто бывает дополнительная полезность. Я пишу там то, что не подходит под формат ютуба. Но подписывайтесь туда осторожно по моей ссылке, чтобы не нарваться на мошенников и на каналы с похожими названиями. Ссылка на бесплатный телеграм-канал, как всегда, в описании к данному ролику. Так вот, про фонд FXCN. Мне удалось задать несколько самых популярных ваших вопросов напрямую руководству Финекса. Финекс – это управляющая компанией, провайдер, создатель фонда FXCN. Смотрите. Далее я вас познакомлю с ответами. Сразу ключевая информация. По последним данным Финекса, 36% актива фонда FXCN листингуются в США. Соответственно, 64% в Гонконге. На опрос, будет ли увеличиваться доля листинга в Гонконге, когда и как это может повлиять на стоимость паев фонда, был получен следующий ответ. Цитирую. Сейчас большинство акций и так закупается в Гонконге. По остальным бумагам пока нет информации, будет ли переход, и если будет, то когда неизвестно. Изменение процесса закупки бумаг фонд, имеется в виду дальнейший переход на Гонконг, на цену пая никак не повлияет. В любом случае, все издержки фонда уплачиваются из комиссии фонда. Она повышена быть не может. Как и раньше, инвестиционный менеджер действует на разных биржах. Следующий ваш вопрос. Возможно ли расформирование фонда в связи с развитием различных рисков? Ответ руководства Финекса. Нет, невозможно. Для этого попросту нет оснований. Фонд будет продолжать реплицировать базовый индекс, в том числе с учетом любых возможных смен листинга с США на Гонконг. Причиной для закрытия фонда обычно бывает его малый размер, а в случае с FXCN это уже давно не так. В нем более 150 миллионов долларов. Следующий ваш вопрос. Не пора ли уже сейчас начинать процесс перевода актива фонда из США в Гонконг? Ответ руководства Финекса, опять цитирую. К счастью, фонд не может действовать в режиме «пора не пора». Иначе были бы постоянные ошибки. Появление той или иной бумаги в составе фонда возможно только после включения бумаги в базовый индекс, что является прерогативой индекс-провайдера, в нашем случае Solactive. Человеческий риск, имеется в виду риск управляющего, путем жесткой привязки к индексу сведен к минимуму. По этим принципам, как вы знаете, действуют все глобальные ETF-провайдеры. Далее. Кроме ответов на вопросы, руководство Финекса выразило свою точку зрения на происходящее в Китае и на инвестиционные перспективы вложения в китайские активы. Цитирую. «Основная причина текущего понижательного тренда и просадок последних дней – не риск делистингов, а реализация риска давления правительства Китая и коммунистической партии на техносектор. Сложно предсказывать будущее, но инвестору с опытом не привыкать, что акции развивающихся стран более волатильны, чем акции развитых стран, но в обмен на повышенный риск имеют тенденцию приносить больший доход в долгосрочном периоде». Конец цитаты. Однако, мое личное мнение здесь немного расходится с позицией руководства Финекса. «Я считаю риски делистинга более существенными, а риски регулирования компартии, к сожалению, могут оказаться невременными, либо очень продолжительными. Я не пугаю и не нагнетаю. Это просто мое мнение». А теперь мой ответ на вопрос, что же со всем этим делать инвестору? Что делать с отдельными китайскими акциями, что делать с фондом в FXC? Отвечаю. Уверен, что по-прежнему китайские активы вполне имеют право присутствовать в инвестиционных портфелях многих инвесторов. Это по-прежнему величайшая экономика планеты наряду с экономикой Соединенных Штатов Америки. Но все же сейчас я предостерегаю вас от владения отдельными китайскими акциями. Я не говорю о немедленной продаже этих акций, я говорю лишь о том, что активно наращивать именно отдельные акции сейчас, это означает очень резко и сильно повышать общий риск вашего инвестирования. Да, возможно отпустят, и мы увидим очень сильный рост на китайском фондовом рынке. Но возможно не отпустят, а это потери и разочарования, и даже возможно в долгосроке. Я не накапливаю сейчас отдельные китайские акции совсем. Уверен, что обойдусь без этих рисков. Далее, вопрос. Что делать с фондом FXC? Как вы понимаете, фонд обладает гораздо меньшим инвестиционным риском по сравнению с отдельными акциями. Причина очевидна – диверсификация. Но при делистинге и продолжении негативного госрегулирования цена поя способность снизится и дальше. Мое мнение. Считаю, что суетиться и продавать фонд сейчас нет никакого смысла. Особенно если данный фонд занимает в вашем инвестировании правильную рисковую долю от общего портфеля, соответствующую вашему риск-профилю. Ну и делать ставку на ближайший мощный отскок и покупать фонд на последний я бы тоже не рекомендовал. Отскок может и не произойти. Советую не увеличивать долю этого фонда за рамки целевого риска вашего инвестирования. Хотя, конечно, это ваше право и запретить испытать судьбу я вам не смогу. Ну а на сегодня это все. Всем здоровья, большой профит. Это пребудет с вами сила сложного процента. Субтитры сделал DimaTorzok